здравствуйте это канал максимадзе и gta 4 снова 3 сезон 2 серия короче сегодня у нас снова задание с дереком сейчас будет потом что будет мы подумаем да сидите дома напоминаю сидите дома сейчас надо сидеть дома в коронавирус победить никак не можем лучше нифига не становится он я живу новосибирске новосибирске 3 балла карантина все гуляют по улице ник самому почти никто самоизолироваться не спешит что-то туннель смерти все нормально парень хорошо как тебе это удается на улице я подхожу к ситуации полного оптимизма наивности я обжегся посмотри на меня словно герычи в ложке ну как ты справляешься я не знаю мне удалось так легко отделаться у нас у всех свои планы эйден омали то с эйден омали я слышал его перевозят может нам как раз пора избавиться от этого дерьма завязать с наркотой живи с воспоминаниями эйдена переводит из обезьянника где он всякую фигню у него снасчет меня государственное справедливое учреждение олдерс пожалуйста никому мальчик мой сейчас это последнее задание моё хорошо чулаке конечно дэрик мы с тобой очень похожи буквально одинаково с носом беда у меня конечно ладно короче чё нам надо пока ничего на карте нет о патрик звонит нико я слышал мой брат дэрик просит тебя пришить своего старого собутыльника эйден омали да дело было и что с тобой омали находится под опекой государства полиция охраняет его лучше чем мэра оставил я тебе грузовик с гранатометом волдын на переулке эполит грузовик с гранатометом что мне с ним делать кто знает чтобы это не было кануле омали поедет через тоннель бюк ты должен будешь приехать туда первым переградить дорогу я подведу к ним и отрежу путь к отступлению кстати как вы можете заметить у меня в телефоне новая тема снова я в интернете можно компьютер зайти скачать разные темы вот уис стоял у меня может такая тема еще есть персей вид не вот эта тема нравится персей могла красный подойти но черный текст очень плохо читается под красный как совпало кстати с третьим сезоном то что как только начался 3 сезон так сразу же открылся 3 остров этот таксист сказал кстати как раз голос похож то у нас в контактах вообще есть брюси дерек джерри дмитрий дуэйн кейт малыш джейкоб мэлори пакем роман рэй фрэнсис и оэс газета контактов не так уж и мало я вам скажу так грузовик я нашел когда возьми их в списке мы заберем собрались мою силу нас с этим чуваком загвоздка в том что он будет первый вопрос должны сделать они выходят из второго участка мы будем там надо бы вывести куда-нибудь его в себе и там его лучше прикончить когда никто не видит вот эта миссия кстати довольно сложная вам скажу там с полицейским там на том фургоне на полицейском будет очень сложно удрать от них потому что фургон очень медленный полицейский за кем-то гонится там туннель и рядом совсем находится поэтому мне даже вырезать не придется вот он тот самый тоннель опасный ненавижу этот туннель кстати потому что в конце из него сложно выехать вот вот здесь из него там целый ряд машин собирается и там сложно выбраться без повреждений машины вот так вот перегородили дорогу и а я на месте парки хорошо мы едем я не могу сказать что я хотелось бы я не могу сказать что он не может длина я не могу сказать что он может это приятели в множестве передвинутую штуку не бывать там он я взорвать фургон этот полицейский внутри там их двое еще нет трое у меня есть гранаты есть сейчас мы с ними распространяемся везде грузовик а вот от полиции скрыться на нем это та еще проблема он медленный грузовик давай садись быстрее в в и в результате есть право есть 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 заехал в эту траву чтобы они меня не видели только только я не уверен, что я выберусь теперь отсюда потому что у этого фургона полного привода нету хотя нет, выберусь, выберусь мы выберемся отсюда надо теперь в какое-нибудь укромное местечко уехать оно у нас недалеко вот так-то здесь-то мы его и спрячем отлично, у нас теперь есть транспорт нормальный эй, Зек, залезай в машину нам необходимо избавиться от ненужного внимания пора приняться за дело вези нас калинвудским скалам отвезите Эйдена к обрыву мы что, его сбрасывать будем, что ли, с обрыва? куда я отправлюсь, там кадр поднимутся, ты отправишься очень далеко, мой друг чертовский вверх, куда-нибудь из меня копы не достойно я не знаю, кого мы можем благодарить за побег из тверяги мы делаем это по воле одного старого такого я знал, что они не забыли оба я знал, что они не забыли оба я знал, что не в зависимости от того, как я был там, у людей на улице это далеко? да нет, в принципе, не так, что это далеко да, едем быстренько я довольно долго пытался от них оторваться она остановилась и пришла на день но я мог бы сказать, что она еще думала о мне я знал вы узнаете, кто это был, когда мы приехали в связи с тем, что ты не будешь хорошо, друзья спасибо а вот и выход уже так вот тут то мы и приостановимся выходи, старик скалы и морской вода я прямо на свободе как слезы на глаза наворачиваются вы сделали меня счастливым а можно тебя спасить? кто вас попросил это сделать? имя Деррика Маккрири тебе о чем-нибудь говорит? Дерик это же он сдал меня причем с того, что именно из-за него оказался в этом месте из хребет козел так ты выходит о нем он мой брат из-за таких как ты он погибает Нико Нико из-за этого Эйдена Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду должна была играть музыка но у меня выключено радио музыку можно сделать но радио радио нельзя выключить выключить его можно вообще, а? нет его нельзя выключить айден мертв это конец главы теперь я могу перевернуть страницу за которой останется большая часть моего прошлого спасибо может как-то на этот раз мне требовалось начать все сначала удачи тебе да блин надо выбраться отсюда и уехать а я возьму эту тачку, ладно? так так а если я сейчас включу музыку там радио будет кидать да вы как ее выключите так нет 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 радио 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 нельзя отключить это очень сильно раздражает теперь теперь предлагаю направиться к рэйву почему бы и нет давай заказывай такси роман ты не мог бы за мной тачку отправить? жди я уже высылаю машину фух жесть Давай, направляй меня туда. Фух, ауры это много заданий. Говнюк, пошел вон сам. Далкинг Трэш. Привет, Нико. Рэй, присаживайся. Спасибо. Что ж, похоже, ты совсем справился. Да, я ценю это. Нет. Я приглядываюсь со своими друзьями. У меня много друзей, очень важных. Джимми Пегарина, особенный друг. В той или иной степени. Привет, малышка. Привет. Дерьмово выглядишь, чувство сости. Ничего, я лошадь. Торчал от кристалликов. Что ты делала-то? Ты совсем сдурела, что ли, идиотка? Наркоманка несчастный. Не приставай ко мне, я сейчас сдохну. Эй. Что еще? Я просто переживаю. Ты ведь знаешь, что... Не знаю. Знаю. Вернемся к нашим камешкам. Да, они у них, они оставили их там, где ты велел. Поэтому я и приехал. Налет здесь... Ты любит чертов кофе. Я сейчас свалюсь с ног. Мне фигово. Как скажешь. Кофе так кофе. Нико, мне нужно ты, чтобы ты пособирал для меня кое-какой мусор. Мусор? Да, ты же хотел попробовать себя в сфере мусора. Налет на дистанцию. Какой мусор-то? Мусор с кучей брюликов внутри. Отправляйся на... Элдерал стрит между колобами и гавер. В нем будут... Я же просто себя убиваю. Если вы не знаете, кто это... Подруга Джонни Клебица. Главного героя. Дополнение пропащей и обреченной Ашли Балтер. Убойная наркоманка. Просто. Лука, да, ты Нико? Это Тунис и Джонни псих. Тунис Джонни Нико. Привет. И так, мы теперь все друзья. У нас есть для тебя спецодежда. Давайте собирать мусор. Вот твоя экипировка, Нико. Давай за руль. Все, он ок. Да, и в такой вот одежде, конечно. Первая остановка, китайский квартал. А, это рядом со всем. У Рэй, есть подружка на команды. Да, она очень плотная. Рэй замутился так, чтобы она подбила своих дружков связывать камешки от дружки. Как у нее пропащики были. По-моему, с одним из них мне приходилось встречаться. Его вроде Джонни сплывали. А еще мы, кстати, в первом сезоне перебили, перестреляли некоторых пропащих по приказу Михаила Фаустина за то, что один из них встречался с его дочкой. Тонет, вот оно. Хватай мешок. А, не надо выходить. Не откроешь кузов. Сейчас. Есть. Пойдем. Эти байкеры так обширились, что сами выбросили брюрики? Нет, они, походу, владельцы клуба связей больше, чем у президента. Он и Анчелотти деламутец норкутскими этими. Рейд придумал все это, чтобы снять с нас подозрения в ограблении. Теперь вся ответственность за это будет лежать на байкерах. И самый легкий способ достать эту фигню, учитывая, что мы не хотим привлекать внимание. Да, мы с Тонцом говорили, что это не до вас еще все. Но ведь говорили, что велика вероятность того, что все пойдет не так. Мешок может порваться. Брюрианты запросто могут пропасть. Мы хотим быть особо осторожными. Да? Мы не хотим, чтобы такое произошло. Разумеется нет, ты же знаешь, как Рей разозлится. Если он узнает, что хотя бы один брюмик пропал, он чертовски разозлится. А ехать-то далеко. Ах, мы приехали почти уже, ничего страшного. Ну, сыровоз очень медленный вообще. Безумно медленный. Вот еще один тунис, хватай его. Так, что там дальше будет? Черт, у нас гости. Кто-то нас раскусил, и пора отсюда валить. Ах, те, полицейские в них тоже стреляли. Но они стреляли в нас и в них. Не надо было, наверное, стрелять в полицейские бои. Перестрелим в лесами. Они не настолько сильны, как мы. Опять, да ладно, что, опять удирать от полицейских? На этой тяжелой машине? Ладно, в этот раз будет легче. Так, а куда парковаться намного? Туда еще проезжать. Туда еще проезжать. Все, теперь полицейским пофигу, да? Вот мы на месте. Молодец, Никки, довез. Отличней ты водила Никку. Я в этом только лишний раз убедился. Как они нас нашли? Я думал, что мы все тщательно спланировали, что нас не к ним. Не знаю, бриллианты – штука серьезная. Каждый, кто их прознает, загорается желанием их отметь. Хочешь, чтобы я отвез камешки Рэя? Нет, мы с Тунцом о них сами позаботимся. Сперва надо выбрать их из мусора. Я очень надеюсь, что мы ничего не потеряли походу. Уж нас больно трясло. Это точно, Лука. Будем надеяться, что у нас все получится. Увидимся, Никку. Ух, жесть какая. Ладно, да. Давайте еще задание. Груз у бригады Луки. Спереди все проглона походит Стангина. Приглядишь за ними? Не знаю, Рэй, если ты не доверяешь им, возьми камешки. Весь камешки. До скорого. Теперь предлагаю поехать к Джеральдума о карьере. Выполним его задание и наедом закончим, наверное. И так уже довольно долго записываем. Сложные. Две миссии сейчас у нас были. На медленных машинах. А, вот и он. Тонщины европейцы. Я ничего не знаю про это. Ну, как ты? Да ничего, нормально все. Кейт, не говори с ним на пороге. Пригласи его войти. А, заходи, заходи. Мам, помнишь друга ребятнику? Как твои дела? Мои хорошо, а ваши как? Ну скажем, мои сыновья вышли из-под контроля. Дочь никак не может найти мужика. А муж горит в аду. А уж пути, господи, не повезет. Отличная тема. НИКО! Ты сделал это, а? Оставлю вас наедине с вашими мужскими разговариваниями. Надеюсь, вы будете довольны друг другом. Посмотри на меня, НИКО. Да. Да. Я так и думал. Ты отлично справишься. Справлюсь с чем? Какая грязная работинка для клана Пегарина. Я им должен. Прошу тебя. Я сам бы не сделал, но кажется, за мной следят. Чувствую, что опять меня куповать. Правда? Такое и раньше случалось. Я постоянно вижу, кто за мной следят. Это означает, что кто-то разговорился. Нужно выяснить, кто это, и заткнуть ему рот. Пока что я этим займусь. Мне нужна твоя помощь. Хорошо. Ты хорош. Пойдем, я тебе кончу покажу. Пегарина вообще и забавный чувак. Похоже, он больше всего хочет поставить свою бригаду Грэнси. Анчелотти были самыми слабыми, поэтому он решил хорошенько и стряхнуть. Сейчас Анчелотти заключили непростой союз с какими-то албанцами. Они используют их в качестве наемника, как голова реза в вышибалке. Ну, короче, ты понял. Итальяшка Джимми, твоей задачей будет переодеться албанцем. После чего поедешь и грохнешь Фрэнк и Кэрроу. Так каким албанцем-то? Вот этим. И сколько же ты, интересно, держал его там у себя внутри? Ой, а как отсюда выйти-то? Сколько же ты его, интересно, держал в этом сраном морозильнике? Почему на мотоцикл надо именно? Неужто они на мотоциклах все гоняют? Зато такой классный мотоцикл, я вам хочу сказать. Убей. Ой-ёй-ёй-ёй, ё-ёй-ёй-ёй-ёй. Жесть какая вообще просто. Просто взял... Чувак, я не помню на какой машине взял, перегородил мне дорогу, я в него врезался и улетел вообще нафиг за этот мост. Просто за-ши-бись За-ши-бись Вот как такое могло вообще быть, а? Нет, опять Опять то же самое Ну что же это такое? Ну почему мне так не везет? Мне серьезно, это капец какой-то Я это ненарочно делаю, поверьте мне На этот раз я постараюсь ехать помедленнее А то, чтобы так Чтобы третий раз так не улететь Ну не люблю я водителей, которые вот так вот виляют А тут первый раз вообще просто взял и перегородил недорогу Козелно Козелно Серьезно Два офигенных полета зато получились Здесь я их обязательно оставлю в видео Может, вам и не понравится Окей, ееейейейейейейейейейейей strings Осторожнее. Остановочка. Подлые ублюдок ты. Черные тони всегда поступают с людьми так. Это еще что за фигня? Дело определенно пахнет войной. Убейте Фрэнки Гарону. Да ладно, что еще? На погоне? По-моему, он сейчас где-то поедет и там где-то машина взорвется. Сейчас бомбанет как... Есть! Есть! Есть, 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 есть. Отлично. А я, когда первый раз играл в ней, я долго за ним ездил Фрэнки Горона отправился кормить рыб Все, кто видел нас, скажут, что здесь был замечен на лабанец Отлично сработано Правда, отлично Я расскажу об этом Джеме Пигарине Если что-нибудь от него перепадет Хотя, я думаю, это ненадолго У меня такое ощущение, что копы в любой момент могут посвящать маме на дверь Удачи тебе, Джерри Спасибо, если я загремив теряга и присматриваюсь за мою семью, хорошо? Хорошо Ну что ж, на этом предлагаю закончить серию Всем спасибо за просмотр С вас лайкозно подписывался, а с меня эпичные видосы Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте И не забывайте, сидите дома Давайте победим карантин, коронавирус вместе с вами Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok